Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Таджикистан получит 40 миллионов долларов от Евразийского банка развития. Данная сумма достанется Душанбе в форме льготного кредита. Эта новость подогрела разговоры о возможном вхождении Таджикистана в будущем в Евразийский экономический союз. Галим Фасхудинов опросил экспертов и узнал, как аналитики оценивают интеграционные перспективы Душанбе. Таджикистан пока обозначил только интерес к Евразийскому экономическому союзу, но при этом не заявлял о желании стать членом объединения. Однако в Душанбинском экспертном сообществе полагают, что Душанбе рано или поздно придется сделать выбор. И к такому шагу таджикскую сторону могут подтолкнуть партнеры и, в частности, основные игроки в ЕАЭС – Россия и Казахстан. Этой точке зрения придерживается, в частности, заместитель главы социал-демократической партии Таджикистана Шокер Хакимов. Стратегия заключается в том, что Россия будет пытаться продвигать идею, связанную с вступлением в Таджикистан, в евразийские сообщества. В Таджикистане к евразийской интеграции отношения неоднозначные. В частности, есть немало критиков возможного евразийского вектора республики. Одним из них является Душанбинский экономист Константин Бондаренко. Эксперт считает, что республике следует оценить все риски от участия в новом объединении. Структура, например, импорта из России имеет однобокий характер. Это в основном горючие смазочные материалы и продукты нефтепереработки, древесина, какие-то там металлы. Это буквально 3-4 основные позиции, в которые, конечно, ГСМ занимает львиную долю. А теперь мы смотрим Китай. Машины, оборудование, бытовые вещи, то есть одежда, обувь и так далее. Но еще очень много вот таких вот технологических компонентов, пользуются как раз таки из Китая, причем очень диверсифицированно. То есть там нет одной товарной группы, которая бы преобладала, и все зависит от нее. Получается, что торговые отношения с Китаем сегодня наполнены вот таким разным содержанием. Если вступление в ЕАЭС не будет, кстати, преградой для сотрудничества с тем же Китаем, то это хорошо. Если будет, это плохо, потому что сегодня Таджикистан по ходу нуждается реально в этом сотрудничестве. По мнению Бондаренко, ЕАЭС выглядит как не слишком прогрессивный проект, также в плане ценностных ориентиров. В странах ЕАЭС становление рыночных институтов проходит очень медленно. В таких условиях Таджикистану будет сложно провести собственные реформы в стране, полагает экономист. Сотрудничество с этими странами, оно естественное, оно интересное. Есть проблема институтов в этих странах, в России, в Казахстане. То есть это было бы здорово, если бы это был другой союз. Не с теми правилами, которые там есть, там все равно доминируют интересы одной страны. И не с тем качественным институтом в этих странах. И когда такие страны объединяются, у них мало стимулов к переменам. То есть у него нет внешнего толчка в Таджикистан в случае. Это несет в себе такую угрозу. Наряду с критиками возможного евразийского пути развития Таджикистана, в Душанбе есть и сторонники интеграции, причем тех, кто желает видеть страну. В ЕАЭС гораздо больше. Об этом можно судить по результатам социологических опросов. Они показывают, что примерно 70% жителей хотели бы участие страны в Евразийском союзе. Такие показатели свидетельства цивилизационной близости ЕАЭС для простых таджикистанцев, говорит директор Центра геополитических исследований в Душанбе Гузель Маединова. Это, прежде всего, выбор основного населения Таджикистана, потому что есть у нас опыт совместного проживания в рамках одного государства, это Советского Союза, это советский менталитет. И потом векторы нашей экономических, культурных связей, приоритеты, они на постсоветском пространстве. И я думаю, что вот это и цивилизационный выбор. У экономистов из числа сторонников Евразийского Союза свои аргументы в пользу интеграции. Они полагают, что Таджикистан внутри ЕАЭС может получить шанс на реализацию программ импортозамещения и наращивания экспорта. У страны есть конкурентные отрасли, считает таджикский экономист Хаджи Мухаммад Умаров. Он указывает на возможности энергетики и сельского хозяйства. Наши сельские хозяйства самые конкурентоспособные. Это не просто земля, это не просто обилие воды, это еще вот сумма температур, это мягкая зима и так далее. Во-вторых, отрасль по переработке сельхозпродукции. Нам нужна сильная перерабатывающая промежутка, в которой заинтересованы россияне. Они должны вложить крупные деньги, потому что к ним будет поступать, когда нет уже таможенных границ, дешевые, насыщенные солнцем сельхозпродукции. Наибольшие выгоды, согласно прогнозам экспертов, государство получит от вхождения в единый рынок труда с Россией. Это очень важный момент, если учесть зависимость таджикской экономики от денежных переводов трудовых мигрантов. За последние пять лет таджикские рабочие только из России перевели на родину более 12 миллиардов долларов. Сумма могла быть гораздо выше, участвует Душанбе в объединении, считает политолог Андрей Захватов. Если учитывать, что в год из Таджикистана в Россию выезжает 700 тысяч человек, официально называется, и каждый трудовой мигрант тратит для того, чтобы легализоваться в России. Во-первых, купить патент, сдать экзамен, получить страховое свидетельство до тысячи долларов в зависимости от региона. И вот если эту тысячу долларов умножить на 700 тысяч человек, мы получаем цифру близкую, скажем так, к одному миллиарду. Если Таджикистан вступит в Евразийский союз, то в целом, несмотря на то, что это личные деньги граждан Таджикистана, они же вернутся сюда, они вернутся в Таджикистан. Дискуссии о плюсах и минусах евразийской интеграции в Таджикистане идут не первый год, но вместе с тем до сих пор в Душанбе не подготовлена оценка эффективности вхождения республики в объединение. Наблюдатели уверены, что подобный доклад помог бы снять эмоциональный фон вокруг вопроса. В этом, в частности, уверена научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Зарина Додобаева. Стоит отметить, что страны-партнеры заявляют об открытости ЕАЭС для Таджикистана, и этому есть объяснение. Во-первых, Таджикистан на протяжении 15 лет был последовательным участником ЕАЭС и хотя бы потому имеет моральное право претендовать на участие в Евразийском союзе, который получил от ЕАЭС функции по дальнейшему углублению интеграции. Во-вторых, Таджикистан для стран союза и особенно для России важнейший в регионе партнер в области безопасности в таком контексте. Просьба Душанбе о вступлении в объединение будет, скорее всего, рассмотрена положительно, но постучится ли Таджикистан в двери Евразийского союза или нет, сказать сейчас сложно. Репортаж подготовил Галим Фасхуддинов, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин